Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами, как можно связать вот такие вот броши мороженые. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра! Сначала относительно моей нитки. У меня это 100% мерсеризированный хлопок, то есть он блестит такой. Вот это значит, что он мерсеризированный. В 50 граммах 225 метров. Это для стаканчика. Вы выбираете абсолютно любую ниточку, какую хотите, любую по составу. Главное, чтобы цвет подходил, чтобы всё естественно смотрелось. Крючок я также подбираю подходящий под ниточку. У меня это 1,5 миллиметра. Вязание я начинаю со стаканчика. Кладу хвостик на пальцы, делаю скользящую петлю. И в скользящую петлю провязываю 4 столбика без накида. Завожу крючок под это кольцо, вытягиваю ниточку. На крючке 2 ниточки, провязываю их вместе. Это было 1,2,3,4. Образовались 4 петельки. Теперь я затягиваю короткий хвостик, замыкаю всё в круг, назовём его кругом. Хотя до круга ему не хватает ещё. Теперь это был первый ряд, у меня тут 4 петельки. Во втором ряду у меня тоже должно быть 4 петельки, то есть я их просто так и провязываю. Раз, два, три, четыре. В следующем ряду у меня уже должно быть 6 петелек, это значит прибавку я делаю в каждую вторую. Попытайтесь его вот так вот вывернуть уже сейчас эту деталь на лицо. Она мелкая, это не очень удобно, но возможно. Под первую петельку я провязываю 1 столбик, под вторую 2. Раз, и сюда же ещё один. Затем я снова провязываю 1 столбик под 1 петельку и под следующую петельку 2 столбика. Раз, два. Это у меня третий ряд, и тут у меня 6 столбиков без накида. В следующем ряду количество петель не изменяется, я провязываю просто эти 6 столбиков. Это мы провязали 4 ряда, у меня тут 6 столбиков. В следующем ряду мне должно быть их 9, это значит я прибавку делаю снова в каждую вторую. Тут по возможности уже можно зацепить маркер, либо выкинуть вот так ниточку наружу, как я это люблю делать, чтобы ориентироваться, где вы сейчас находитесь. Под первую петельку я провязываю 1, под вторую 2, затем снова 1, 2, 1, 2, ряд закончится, и у вас образуются 9 петелек. В следующем ряду я эти 9 петелек снова просто провязываю. В этом ряду у меня 9 провязанных петелек, я выношу ниточку повыше, поднимаю ее, и в следующем ряду у меня должно быть 12 петелек, это значит я прибавку делаю в каждую третью. Под первую провязываю 1 столбик, под вторую 1, под третью, раз, и сюда же еще один. Таким образом у меня образовалось тут 12 петелек, и теперь я провязываю еще 2 ряда по 12 петелек, то есть без прибавок. В следующем ряду я делаю прибавку снова в каждую третью, и у меня уже будет 16 петелек. Затем я провязываю еще один ряд, 16 петелек. У меня тут 16 петелек, и в принципе все бы было бы неплохо, если бы не само мороженое, вот этот шарик, у него будет в последнем ряду 18 петелек. И чтобы мне было проще сшивать, я хочу подогнать количество петель в стаканчике под количество петель в шарике. И это значит, мне надо в следующем ряду добавить еще только 2 петельки, ну это получается в каждую восьмую, то есть всего у меня должно образоваться тут 18 петелек. После того, как я сделала прибавку, я провязываю еще один столбик без накида, просто чтобы сгладить вот этот вот переход. Затем я провязываю одну соединительную петельку, одну воздушную, и разрезаю ниточки. Нитку эту я отрезаю длинную, потому что если вы хотите делать так же, как и я, такую брошку, то вот этой ниточкой вы потом будете пришивать булавку. Если вы не хотите делать брошку, то эту нитку тоже можно обрезать покороче. Так, эту ниточку, естественно, я вытягиваю, прячу ее внутри. Получается вот такой вот маленький стаканчик. Так, теперь перейдем к самому мороженому. В этот раз оно у меня будет таким лимонным, ванильным, в общем, таким желтеньким я его решила сделать. Неплохо будет, если вы для самого мороженого, для этого шарика возьмете ниточку чуть-чуть потолще, чем ниточку для стаканчика. Вот если их сравнить, видите разницу. Она совершенно немножечко, но толще. Я, к сожалению, не могу сказать, какая она потолщнее, потому что бумажку потеряла. Так, начинаем вязать мы снова же в кольцо, в скользящую петлю. И на этот раз я провязываю уже не 4, а 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваю кольцо и под каждую из этих 6 петелек провязываю по 2 столбика без накида. То есть во втором ряду у вас должно получиться 12 петелек. Под первую один столбик, сюда же еще один, это раз, два, три, сюда же четыре, двенадцать. Теперь вывожу ниточку для ориентировки и прибавку уже делаю, конечно же, в каждую вторую. То есть увеличиваю третий ряд на 6 петелек. В итоге у меня их должно получиться 18. В первую, под первую петельку провязываю один столбик, под вторую петельку провязываю раз, сюда же еще один, два. И вот так я их чередую, один, сюда два, до конца ряда. Я довязала третий ряд до конца, тут у меня 18 петелек. Теперь я провяжу еще прибавки в следующем ряду, уже в каждую третью петельку. И в итоге у меня должно получиться 24 петли. Под первую петельку один столбик, под вторую петельку один столбик, под третью сразу два. Раз, два. И вот таким вот образом до конца этого ряда. Вот мой четвертый ряд с 24 петельками. Теперь я провязываю еще 4 ряда по 24 петельки. То есть просто поднимаюсь вверх, не делая уже никаких прибавок. Я провязала вверх 4 ряда по 24 петельки. Теперь буду делать убавки, то есть подгонять низ под размер вафельного стаканчика. Убавки я делаю следующим образом. Первую петельку я не провязываю, три последующие провязываю. Первую не провязываю, три последующие провязываю. Таким образом в этом ряду я сокращу количество петель на 6. Вот первую петельку я оставляю. Во вторую провязываю столбик. Вторую провязываю, то есть в третью провязываю. Это два и три. Затем снова оставляю, провязываю. Раз, два, три. Оставляю, ну и так до конца ряда, конечно же. Получается вот такой вот маленький шарик. Теперь я завожу крючок в следующую петельку, как по обычному, да, как будто бы хочу дальше вязать. Беру стаканчик. И вот тут вот, где я заканчивала вязать, есть хорошо заметная петелька. То есть в первую петельку завожу крючок вот тоже так под две ниточки по обычному. Смотрите, я провела крючок под шарик и под стаканчик, под петельки. В принципе, к стаканчику вы можете цепляться, где вам больше нравится. Просто у меня это будет именно та сторона, где потом пришивается булавка, задняя сторона. И даже если тут что-то будет неровненько, этого никто не увидит и не испортится работа. Затем я вытягиваю ниточку, протягиваю ее под стаканчик и под петельки шарика. У меня тут две петельки, затем вот эту вот первую я протягиваю под ту, которая у меня уже была на крючке. Раз. Получилась соединительная петелька. И теперь я вот таким вот образом соединяю шарик со стаканчиком. Снова завожу крючок под шарик, под петельки шарика. Под следующие петельки стаканчика вытягиваю ниточки, ниточку протягиваю ее дальше. Соединительные петельки. И вот таким вот образом по кругу получается очень быстро. И мне кажется, намного проще, чем сшивать это все иголкой. Но если вам так не нравится, вы можете, конечно же, вселить просто ниточку в иголку и сшить по-обычному. Когда у меня остается вот такое вот небольшое открытие, я наполняю мороженое. Наполняю я его холофабером. Просто по чуть-чуть запихиваю. Большую часть, конечно же, под сам шарик, но и в ножку тоже немного. И наполняю я его очень достаточно таки плотно, я бы так это назвала. Причем в стаканчик немного, а вот под сам шарик прям таки плотненько так все это наполняю. После того, как я наполнила мороженое, теперь я просто сшиваю до конца. Я дошла до последней петельки. Видите, как удобно, что количество петель совпадает и вообще не возникает никаких сложностей с пришиванием. Далее я делаю одну воздушную петельку. И смотрите, что у нас получается. Вот эта вот косичка такая ровненькая, это соединительные петли. Теперь будем делать вот такие вот потеки. Я тут сделала одну воздушную петлю. Цепляться я сейчас буду за нижнюю полупетлю от соединительных петель. То есть вот смотрите, у нас тут петелька лежит перед нами. Крючок я завожу только вот за вторую вот эту вот ниточку. Ту, которая ближе к стаканчику. Завела под нее крючок. Вытянула ниточку и провязываю сюда пять столбиков без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь я должна подсоединить вот этот потек. Одну петельку я оставляю, одну ниточку я оставляю. Цепляюсь за следующую, вот за эту тоже, только за полупетельку. Тут мы работаем только с этими нижними полупетельками. Делаю соединительную петлю. В следующую петельку, вот в эту, провязываю снова пять столбиков без накида. Раз. Два. Пять. Снова, следующую петельку, вот после того места, где я делала вот эти вот рюшечки, одну петельку я пропускаю, за следующую я цепляюсь, делаю соединительный столбик. Ну и в следующую, сразу после этого соединения провязываю пять столбиков без накида. Так как у меня получается для одной рюши необходимо три полупетли, всего у меня тут восемнадцать полупетель по кругу. И получается, что у меня по кругу шесть вот таких вот рюшечек образуются на одинаковом расстоянии. В конце я просто делаю соединительную петлю, одну воздушную петлю, разрезаю ниточки, прячу их, затягиваю, конечно же, предварительно, так, и прячу их в мороженое. Смотрите, какое мороженое получается, прям такой огроменный пушистый шарик. Вот в этом варианте я делала прибавки только до восемнадцати петель, затем провязала четыре ряда вниз, ну то есть наверх, да, вот так, и не делала никаких убавок, просто взяла и подсоединилась. Оно получается более таким миниатюрным. Вы уже выбираете, делайте, как вам нравится, хотите покрупнее шарик, делайте вот так, как я показала в этом мастер-классе, хотите поменьше шарик, не делайте четвертого ряда, в котором двадцать четыре петли, вот так. Теперь будем пришивать булавочку, я беру обычную английскую булавку, они мне на данный момент нравятся больше, потому что они такие маленькие, тоненькие, их легко спрятать. И располагаю булавку, как мне нравится, мне вот проще пришивать ее вот таким вот образом, вверху я цепляюсь за вот эту дырочку, и прошиваю несколько раз в этот круг булавочный, так, чтобы крепко все надежно держалось. И теперь я просто спускаюсь вот так вот вниз, пришиваю вот эту часть булавки к мороженому, просто через край, вот так вот, по-обычному, по-простому. И в конце я также прошиваю несколько раз вот в это отверстие, но не нашивайте очень много рядов, потому что если вы нашете очень много, вы не сможете потом застегнуть, вам будут постоянно там нитки мешать. Поэтому буквально два стежочка достаточно, просто чтобы булавка не переворачивалась, постоянно не крутилась. Сделала два узелка, прячу ниточку. Булавочка держится, все держится очень хорошо. Теперь можно украсить мороженое, как вы хотите. Я, как вы видите, тут украшала бисером, рубкой, крупным бисером. В общем, тут уже вы можете пайетками, бусинами, чем вам нравится. Можно просто ниточками, вот так вот разноцветными ниточками понашивать присыпку, как будто бы она будет у вас палочками. В общем, тут как вам нравится. Я возьму вот такой вот розовый крупный бисер и вот такие вот фиолетовые. Для таких целей очень хорошо вот воспользоваться остатками бисера. Вот у меня это тоже все мои остатки. Я беру обычную иголку по бисеру. Вообще можно взять абсолютно любую. Главное, чтобы бисер через нее проходил, через ушко проходил бисер. Я делаю узелочки вот так вот наверху, чтобы закрепить ниточку, и чтобы это самое главное не было нигде видно. Потому что в готовом изделии, куда ни подцепишься, везде это все заметно. Два узелочка. Беру одну крупную бусину, цепляю ее в центр. Провязываю два раза. И затем в абсолютно каком-то непонятном, хаотичном порядке нашиваю. И узелок я тут делаю тоже с обратной стороны, с изнаночной стороны. Просто два узелка и прячу ниточку. Получается вот такое вот мороженое. Сразу появляются летние настроения. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте мне пальчик вверх. Мне будет очень приятно. На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok